Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я снимаю видео свое долгожданное для самой себя. Поскольку я долго болела и мой нос совершенно не работал. Видео парфюмерное. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. У меня это... Я даже не знаю, как назвать это видео. Я не буду его никак группировать, потому что я снимала до этого видео коллекция Dior, коллекция Chanel, коллекция Guerlain и нишевая парфюмерия. У меня сегодня будет такая-нибудь перемешка, скажем так. Куча мала. У меня будет как люксовая парфюмерия, так и нишевая парфюмерия. Это те подарки или приобретения моего мужа, которые он подарил для меня. И давайте уже, наверное, приступим. Первого аромата нового. Называется он Alaya или Alaya. Париж. Одноименного дома Alaya. У меня это Eau de Parfum или Eau de Parfum. Вот такой вот флакон. Очень красивый. Стекло темное. Тяжелая крышка металлическая, золотая. С такими вот выгравированным стеклом, то есть рисунком. Египетским или, не знаю, каким таким тунисским. Ну, египетским. Показываю без коробочки, потому что у меня была большая коробка подарочная. И в ней был гель для душа и лосьон для тела. Этот аромат для женщины принадлежит группе ароматов «Кожаные». Выпущен в 2015 году, то есть в прошлом году. Парфюмер, если я правильно произношу, то парфюмер Мария Соломань. Верхние ноты – это горный воздух и розовый перец. Это верхние ноты. Я по базе пробегусь по пирамидке. Ноты сердца – это пион, белая фрезия и роза. Ноты базы – это белый мускус, кожа и фиалка. Что слышу я? Безусловно, аромат очень легкий. Действительно такой он, как горный воздух. Альпийский, я бы даже сказала. Есть такая легкая перчинка в нем. И сначала он кажется таким холодным ароматом, но на моей коже он раскрывается очень таким... Очень тепло раскрывается на моей коже. Очень мне нравится. Очень теплый на такой зимний период, осенний, мрачный, когда дни. Он очень тепло звучит, несмотря на то, что производитель заявлял, что это охлаждающий аромат. Как они действительно его описывают, что это аромат, как бросок или выплеск воды на раскаленные камни, чтобы охладить пыл какой-то. Я не знаю, даже, наверное, так. Очень нежный. Честно, я его без затеста, мужу сказала, что я бы хотела попробовать Алоя. На что он сказал, что ты же не пробовала, зачем тебе он нужен. Но я говорю, ну, как-то мне вот... Мне мое чутье подсказывает, что он мне будет нравиться, и это будет аромат мой, один из моих любимых. И я не прогадала, потому что у нас нигде его нельзя попробовать, у нас нет его в Финляндии, пока не завезли. Очень довольна тем, что мой муж мне его купил без всякого затеста, и даже он сам их не пробовал, потому что, ну, раз я попросила, но он доверился моему вкусу и купил. И я счастлива, что я обладательница его. Очень красивый, женственный, тонкий, нежный. Я бы сказала, что он подойдет любой делу, женщине, любого возраста, как молодой, так и в возрасте. Пожалуйста, попробуйте, если у вас есть такая возможность. В Москве точно он есть, поэтому очень красивый, мне нравится просто безумно. Я так немножко пробегусь, не буду особо зацикливаться на чем-то, потому что хотела просто поделиться с вами своими приобретениями. Если вам будет что-то интересное из того, что я вам покажу, вы мне напишите под видео комментарий, я, может быть, подробнее остановлюсь на этом. Если вам будет, конечно, интересно. Следующий аромат – это Le Kenza Intense. Тоже неожиданно для меня. Я как... У меня, если честно, не Кенза, по-моему, даже ничего и не было никогда раньше. Кенза. Нет, я как-то не очень... Кенза была настроена. Но мой муж вот купил, ему очень понравилось. Это вот такой флакон. Посмотрите, какой красивый флакон. Такой, как, не знаю, фольга или переливающийся такой вот кубик льда. Точно. Нашла правильное слово, как кубик льда. Такой красивый флакон, безумно. И настолько же красивый аромат. Он... Это аромат для женщины. Принадлежит группе ароматов цветочной и фруктовой. Он действительно фруктовый. Очень вкусный. Это новый аромат от Укенза. Он тоже выпущен в 2015 году. Верхняя нота – это красное яблоко. Нота сердца – белая лилия, пион и лотос. И базовая нота – это пачули. Действительно, когда ты его наносишь, ты чувствуешь такую вот спелость яблока. Ты чувствуешь... Я чувствую пион, фрукты, лилию. И в конце аромат раскрывается пачули. Таким тёплым, нежным ароматом. Сначала он взрывной, такой яркий. Похож, конечно, на компот немножко. Но, знаете, вот этот компот очень какой-то такой правильный, очень вкусный. И очень он окутывающий, он шлейфовый. Очень-очень красивый аромат. В любую, мне кажется, погоду будет замечательный. Особенно вот на осенний, зимний, ранний, весенний период очень хорошо звучит. Обратите внимание, красивый аромат достоин вашего внимания. Следующий аромат, который бы я вам хотела представить. Это уже довольно-таки старый аромат. Он выпущен в 1992 году. Это аромат Кашмир от Шапарт. У меня это Эде Парфюм. У меня маленькая вот такая малепусечка в 30 мл. В принципе, мне достаточно. Это мой любимый парфюм моей мамы когда-то. И я тоже очень его любила. Это аромат, принадлежит группе ароматов Восточной Гурмански. Выпущен в 1992 году, как я сказала. И парфюмером Мишель Алмайрак. Верхние ноты персик, абрикос, черная смородина, малина, манго, кокос и бергамот, ноты сердца, мандарин, гвоздика, корица, жасмин, герань, ландыш, ноты базы ваниль, бензоин, тонка бобы, апопонакс, амбра, мускус, пачули и сандалово дерево. Это наибогатейший такой букет, пирамида, очень шлейфовый, очень стойкий. Вот про этот аромат можно сказать, что здесь есть уже всё, что можно только добавить. И если ещё что-то сюда добавить, то это можно переборщить и уже будет просто перебор. Тёплый, сладкий, аппетитный, внушающий доверие. Аромат такой восточный, действительно такой женственный, окутывающий, он очень шлейфит, он очень красиво звучит на теле. Тёплый, я как уже сказала, подходит, конечно же, наверное, на вечернее время. В офис, я боюсь, что это будет много его. Затмите всех своим ароматом и, возможно, даже кого-то вызовет головную боль. Но он очень сексуальный, мужчинам он очень нравится. Мне нравится, что здесь такая, как Тадж-Махал такая у него башенка. Очень красивый флакончик, обратите внимание. Я не знаю, в магазин, наверное, можно ещё найти. Мы заказываем через интернет. Очень красивый аромат. Здесь написано «Шапард Кашмир», выдавлено всё. Классно, я рада, что он у нас опять появился дома. Брызгаюсь им иногда, наношу его на себя, просто для того, чтобы вспомнить такие прекрасные времена, которые были раньше. Ну, они и сейчас прекрасные, просто вот это какая-то память. Вот этот аромат, это память для меня. Следующий аромат, который бы я хотела вам представить, вот такой вот красавец от Марк Джейкобс. Декаданс. Вуаля. Вот такая вот коробочка. Бархатная, красивая коробочка. На самом деле, очень красивая коробочка. Необычная, потому что я не припомню, когда бы ароматы выпускались вот в такой красоте. Многие, конечно, кинут меня башмаком и скажут, что это какая-то не красота. Кичь. Да, возможно, это кичь, но на самом деле я не вижу ничего плохого в флаконе, ничего не вижу ничего плохого в дизайне, в коробке. В общем, во всем, я бы даже сказала, что мой муж, он дизайнер-архитектор, на что он сказал, что очень интересный флакон, то есть не избитый. Да, он кичевый, да, он такой, да, цепь такая золотая, которая обдерется, возможно, да. И что, типа, здесь кожа. Но, на мой взгляд, здесь, даже если это и не кожа питона, скажем так, а под питона, все равно красиво. Ну, приятно иметь такого красавца на своей полочке, на своем столе. Просто ради флакона, очень красивый флакон. Не знаю, мне нравится, мне нет никаких к нему нареканий. Хороший. Уже можно посмотреть, что я им так попользовалась. Вернее, я им пользуюсь достаточно часто. Мне он очень понравился, несмотря на отзывы такие критичные. Я вот сняла крышечку, вот он такой вот флакончик. Да, тяжелый, ну что, ну, красота требует жертв. Очень красивый. Мне очень понравился. И считаю, что, наверное, это один из лучших ароматов от Марк Джейкорс. Итак, это аромат для женщины. Принадлежит группе ароматов «Восточный цветочный». Новый аромат, выпущен в 2015 году. Парфюмер Ани Бузантиан. Я не знаю, как правильно говорить французские фамилии. Верхние ноты. Это слива, ирис и шафран. Ноты сердца болгарская роза, жасмин, самбак и ирис. Ноты базы амбра, ветивер и папирус. Что слышу я? Я слышу сливу, я слышу розу и я слышу ирис, амбра. Вот лично мое мнение об этом аромате следующее. Я не могу сказать, что этот аромат такой какой-то полный и насыщенный. Он как бы вот-вот-вот-вот-вот сейчас раскроется. А вот как розы, или вот он раскроется сливой, или вот он сейчас в амбру перерастет. Этого нет, он как-то все на полутонах таких. Но меня это не пугает. Мне это даже нравится, что нет вот такого перетекания. Я бы его назвала аромат на каждый день, но на день такой. Конечно же, не в больницу, не в какой-то такой офис, где много народу. Но если вы начальник, вы можете себе это позволить. Я его называю, что это аромат такой вкусной выпечки. И даже в Инстаграме я написала, что сегодня я хочу быть плюшкой, потому что он пахнет какой-то такой вот сладостью, он пахнет такой вкусняшкой какой-то. Он пахнет ванилькой, действительно. Он свежей выпечкой, вкусной булочкой. Я не знаю, как это написать. Но вот он какой-то аппетитный, этот аромат. И не вызывает, у меня не вызывает никаких отрицательных эмоций. Мне нравится в нём быть. Я чувствую его тёплость, такую мягкость. Я не чувствую каких-то шероховатостей в нём. Мой муж сказал, что ты так приятно пахнешь, ты такая вкусненькая. Вот он говорит, такая вкусненькая, аппетитная. Хочется съесть. Ну, разве ты не похвала? Ну, это же замечательно, когда тебя хотят съесть. Мне кажется, что это просто такой обычный, обыденный аромат. Он никакой не гурманский, он никакой не такой must-have. Нет, и он не такой, который... Ему можно это простить. Я ему прощаю всё. Во-первых, это мой первый аромат от Mark Jacobs. И я считаю, что очень даже успешный, на мой взгляд. Моё мнение. Мне нравится. Я хочу быть аппетитной булочкой. Я хочу вызывать какие-то приятные ассоциации. Когда я использую этот аромат, мне нравится. Надеюсь, и вам тоже понравится, если вы попробуете. Следующее я вам хотела показать. Это уже, конечно, нишевая парфюмерия. Это такой аромат от Diptyc. L'Ombre Dansle. Аромат для женщины принадлежит группе ароматов цветочных. Выпущен в 83-м году. У меня, конечно же, тоже переизданная композиция. И у меня версия Eau de toilette. Композиция включает ноды розы и лист чёрной смородины. Чёрная смородина, бергамот, мандарин, серая амбра. Очень странное написание. Лист чёрной смородины, чёрную смородину, бергамот, мандарин, серую амбру, мускус и лист чёрной смородины. Это как вообще? Три разных номинования, что ли? Нет, конечно. Что я слышу? Первый раз, когда муж мне его привёз, я сразу его нанесла на своё запястье. В первый день я имела в виду. Я услышала только болгарскую розу. Вернее, даже не болгарскую. У меня есть парфюм «Дамасская роза» тоже. И я сказала, ну это роза опять. Ну опять у меня роза. Даже немножко возмутилась. У меня опять роза. Говорю, ну ладно, ещё будет одна роза. Роза, роза, роза. Вот всё, что я слышала в первые дни от этого аромата. Только роза. Потом я не знаю, то ли сменилась погода, то ли сменилось моё настроение, то ли... Я не знаю, что произошло. Я его наношу и ничего не могу понять, чем я пахну. Роза. Думаю, куда делась роза? Вроде же была роза. Куда она делась? Думаю, ну что такое? Ну что это такое? Потом я вспомнила, что когда листик смородины срываешь, его растираешь между пальцев, вот такой, остаётся такой приятный аромат смородиновый. И я поняла, что действительно это чёрная смородина. Если честно, у меня не было ароматов, которые содержали чёрную смородину. И я как бы так об этой ноте особо и не представляла. То есть как бы, ну я знаю листья чёрной смородины, ягоду смородины. Но как она звучит в парфюме, я не особо представляла. Но когда я бежала на фрагрантику, заглянула, я прочитала, что там чёрная смородина. И я поняла, о боже, я пахну чёрной смородиной. И действительно, это роза в какой-то момент. Вот сегодня я слышу розу. И потом только идёт, через какое-то, наверное, минут 15 должно пройти, чтобы услышать чёрную смородину. Мускус присутствует, амбра. И я бы назвала, он немножко для меня жестковат этот аромат. Он в нём, он очень вкусный, очень притягательный. Но это, конечно, не плюшка, и не ванилька, и не булочка. Это сдержанный аромат. Он не кричащий. Он такой, я не могу сказать, что его... В принципе, можно, наверное, каждый день. Но должна быть какая-то определённая ситуация, когда его нужно надевать. Честно, моему сыну он не очень понравился. Он сказал, что, мам, чем ты воняешь? У него нос просто из носов. Он чувствует всё, что только можно чувствовать, и не чувствовать. То, что мы не чувствуем, он чувствует. И я немножко испугалась даже в какой-то момент, когда он сказал, что, фу, чем ты воняешь. Значит, я сказала, что папа купил мне новые духи. Фу, вонючая. Но потом как-то он смягчился со своим вердиктом и сказал, что очень неплохо. Видать, когда ушло это в амбру, и он стал более тёплым, менее колким и менее щиплющим в нос. Вот он как бы щиплет в нос у меня. Вот именно вот эта чёрная смородина делает вот это вот щипание у меня в носу, я поняла это. Потому что роза у меня не вызывает такого отношения и реакции такой. В целом ароматом я довольна. Аромат мне нравится. Тоже можно заметить, что я им пользуюсь. У меня просто очень много ароматов, и иногда можно не увидеть разницу, когда они уменьшаются. Но очень красивый флакон. Там нарисован такой лебедь. Ивовыми, что ли, ивовыми ветвями. Пруду и лотос. Тут очень красивый флакон. Я безумно рада, что я обладаю таким раритетом, можно так сказать. Конечно же, вы можете зайти и почитать отзывы на фрагрантики. Я не люблю это делать. Почему? Потому что тогда теряется своё какое-то мнение об аромате. Потому что мы все люди ассоциаций, мы люди ощущений, и у каждого оно своё. Кто-то что-то слышит по-своему, и не хочется как-то перенимать чужих людей мнение. Потому что это мнение их, но не ваше и не моё, и я его тоже не навязываю вам. Потому что я так слышу аромат, и мне так кажется, я так думаю. Про этот аромат могу сказать, что несмотря на то, что это Eau de Toilette, он стойкий, он шлейфовый. И я его слышу. Для Eau de Toilette я считаю, что это достаточно много. Но более 4 часов я его просто слышу хорошо на себе. Потом, когда он немножко оттихает, даже намного приятнее для меня. Последнюю красоту, которую бы я хотела вам показать, это вот такая коробища. Называется Saspira Opera. Эксклюзивная коллекция. Bispoking Collection. Эксклюзив Bispoking Collection. Вот такая красивенная коробка. Просто наикрасивейшая. Но что внутри вас поразит ещё больше. Это Eau de Parfum. Eau de Parfum. 100 мл. Сейчас я попробую открыть, чтобы не порвать коробку. Просто безумно, безумно, безумно красиво. Я её тоже на своём Инстаграм показывала. Посмотрите, какая это красота. Это бархат. А теперь смотрите, что внутри. Посмотрите. Я не знаю, как вам это всё передать. Потому что она огромная просто коробка. Посмотрите. На камере кажется, что это синее внутри. На самом деле это фиолетовый. Ярко-фиолетовый такой цвет. И вот такой вот красавец-флакон. Тоже бархатный чехольчик. Кафтам. Чёрный, бархатный. Вот так вот он выглядит. Вот такая крышечка. Рогатая. И безумно красивый аромат. Это аромат Unisex. Насколько я поняла. Я зачитаю. Потому что здесь сложно иначе сказать. Это аромат для мужчин и женщин. Принадлежит группе ароматов. Восточные, цветочные. Это новый аромат опера, выпущен в 2014 году. Парфюмер Крис Маурис. Верхние ноты это фруктовые ноты и турецкая роза. Ноты сердца и ланг-иланг. Серая амбра, кожа и мускулатный орех. Ноты базы это пачули, кедр из Вирджинии, петивер, ваниль и мускус. Я не буду зацикливаться на базе, на пирамиде и на всём на этом. Что я хочу сказать. Когда мой муж, поскольку это Unisex, значит мы пользуемся этим ароматом вдвоём. Когда мой муж наносит его на себя, сначала он звучит очень ярко, взрывно, необычно. Действительно как закулисье какое-то или как действительно опера. И как итальянское. Не меньше. Но потом он уходит в какую-то ваниль. Наверное, в серую вот эту амбру. Я не умею раскладывать всё это по нотам. Но это то, что чувствую я. И в какую-то пудровость. На что этот аромат даёт такой намёк, что это женский аромат. Аромат на мужчине. Мне это не нравится. Я не люблю, когда мужчина пахнет по-женски. Не знаю, если так можно сказать. На что я мужу своему сразу сказала, что ты знаешь, это напоминает аромат женский. Не очень подходящий для мужчины. Но это моё мнение. Хотя в оперу можно и пойти и так. Что напомнил мне этот аромат при первом знакомстве с ним? Я представила именно, как я описала, аромат своему супругу. Я сказала, что это аромат именно какой-то венецианского маскарада. Так пахнет Венеция. Вот площадь Монмарта. Не знаю, какой-то карнавал, какая-то загадочность. Какое-то веселье в то же время. И какая-то драматичность присутствует в этом аромате. Сложный. Он такой громкий, кричащий, насыщенный. Даже сразу невозможно уловить, что за ноты находятся в этом аромате. Но очень такой обязывающий. Не на каждый день абсолютно нет. Действительно, в оперу. В оперу, в оперу и ещё раз в оперу. Но аромат очень красивый. И, я не знаю, его очень сложно мне описать. Я вижу только маскара, вижу маски. То есть, это такой театральный аромат. Он театральное действие какое-то. Дорогая одежда, дорогой макияж, дорогие украшения. В общем, такой весь стильный, пристильный. И вот даже вот сейчас я бы не могла его надеть на себя. Потому что, ну, я не в своей тарелке. Мне иногда кажется, что он пахнет мылом. Какой-то железной нотой тоже. Но, знаете, он такой дурманищий. Наверное, даже голова от него может заболеть. И даже сейчас. Поэтому с ним нужно быть очень осторожным. Одного пшика просто, ну, на проедке достаточно вот так вот. Потому что иначе можно всех удушить и самого себя тоже. Это были все ароматы, которые я хотела вам показать. Ещё у меня, конечно, там целая-целая-целая-целая-целая куча всяких разных. В том числе и мужских, которые я отдельно хотела снять видео о мужских ароматах. Потому что они достойны внимания. Особенно нас, женщин. Потому что двери 23 февраля или каких-то праздников. Ну, в общем, наши мужчины тоже должны пахнуть замечательными. Будут видео и о мужских ароматах, кстати. Что мне больше всего и нравится. Именно мужские ароматы. На этом я буду закругляться. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте пальчики вверх. Комментируйте, что у вас есть, что вам нравится, что вам не нравится. Какие ароматы вы хотели бы увидеть. Может быть, у меня что-то есть из этого. Просто мне было бы очень приятно услышать ваши комментарии, ваши отзывы. В общем, всем спасибо за внимание и пока-пока.